Каждые 100 метров в новой дороге сотрудники лаборатории муниципального предприятия «Дорожное хозяйство» высверливают образцы закатанного асфальта. На этот раз под аппарат попала улица Алексея Толстого. Здесь укладку верхнего слоя шебеночно-мастичного асфальтобетона, более устойчивого к перепаду температуры нагрузкам, завершили неделю назад. Работу дорожной лаборатории можно сравнить с антидопинговой проверкой. Здесь тоже, как и в большом спорте, ставки высоки. Только накануне золотые медали, а миллиарды рублей с федеральной казны. Все образцы асфальтовых проб маркируются, составляется акт. И только после этого шайбы высотой не менее 5 сантиметров, что соответствует толщине асфальта, отвозят в лабораторию на экспертизу. Будут испытаны на водонасыщение, уплотнение и физико-механические качества в большей части соответствуют. Через два дня лаборатория даст оценку ремонта дороги. Если нарушения будут найдены, строители за свой счет в кратчайшие сроки заново закатают асфальт на забракованном участке. А отверстия от кернения подрядчик должен заделать максимум за неделю. Мы за этим контролируем по необходимости. Мы пишем официальные письма, если они отклоняются от этой работы. Если не проходит данный участок, он вычеркивается из объема работ. До того, до тех пор, пока подрядчик не переделает. И заново не предъявит его с дополнительными отборами уже кернов на этом же участке. Браком считается низкая плотность закатывания и недостаточная толщина асфальта, рассказывают эксперты. Важно, что на контрольные проверки приезжают представители Народного фронта, управляющие микрорайонов и общественные палаты Самары. Вопросов возникает много. От незакрытых колодцев и незаделанных кернов до непосредственного ремонта дороги. А еще между фрезерованием и укладкой нового асфальта порой проходит немало времени, что недопустимо, считает Народный контроль. Подрядчик таким образом оптимизирует, допустим, свои расходы. Освободилась техника, они ее пустили, срезали верхний слой асфальта. И потом, когда у них освободилась техника, они пригнали ее и уже сделали новый асфальт, как положено. Но при этом, конечно, надо исходить из интересов людей в то же время. И эти сроки сжимать, делать их минимальными. Более подробно эти вопросы будут обсуждаться на заседании в городской общественной палате, чтобы работы выполнялись максимально эффективно. Самое главное и самый главный аспект – это гарантия. Вот зачем надо следить за гарантией дорожного покрытия. Потому что это как раз и будет самое главное. Тем более в преддверии чемпионата мира 2018 года. Это самое главное, чтобы у нас дороги были в порядке. И чтобы гости, все приглашенные на чемпионат мира 2018, могли ахнуть от наших дорог и от нашего качества. Но впоследствии этими дорогами будем пользоваться, конечно, мы. Завершить комплексный ремонт улицы Алексея Толстого подрядчик планирует в октябре. На дорогу нанесут разметку. Кроме проезжей части, придут в порядок парковки, бордюры, тротуары и газоны. Гарантия на все работы 5 лет. Если за это время какой-то элемент улицы придет негодный, то строители бесплатно его отремонтируют. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События.